всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуде добро пожаловать на обзор варкапа под номером 236 карта от нашего соотечественника beatrix wcw не знаю что это значит если что он может быть в комментариях сам напишет в общем то сразу что бросается в глаза это то что у нас есть один фраг который можно увидеть справа вот здесь внизу это что-то значит карта у нас страйфовая есть на этой карте вроде как какой-то есть есть вроде как рокет я ее не играл папа косяки а бабе 3x надо было врезать брата вырезать надо было так ну и давайте посмотрим на нее очень очень много разных у нас здесь вариаций да можно сверху можно снизу идти китара ты там везде какой-то проходит тут у нас чем воды стоят который кидает наверх ей из чего здесь ничего и вот здесь мы можем и прыгнуть здесь мы можем зачем-то пройти все вырезанную у меня такие вот я думаю не самые удачные рампы для такой карты потому что если допустим это rocket run а rocket run версия есть более-менее играбельно но если вот это стрейф то тут уж на самом деле доставляет хлопок очень можно сверху пройти можно здесь протиснуться можно об эту штуку потерять скорость нового q3 насколько я помню проходили именно снизу собственно наверх там и не заберешься ну и здесь у нас финиш полторы минут честно эту карту вообще не играл я ее играл только в рокет версии вчера на стриме кто-то может быть видел и я знаю что здесь есть где-то рокет на этой карте на стрейфовый я знаю что здесь какие-то секретки есть но искать я их сейчас конечно же не буду пока эта дырочка даже закреплена ничего себе витрикс нормально нормально молодец да в общем-то искать буду думал мало ли повезет найду сейчас такая вот карта давайте я сначала попробую как-нибудь быстренько побежаться я думаю в любом случае здесь надо идти по верху 1 1 1 здесь так поворачиваем здесь возможно надо юзать именно рампу они чем потому что это быстрее долетели есть на хоп по верху такой ран был хороший плюс 50 секунд у господи сбору вот пожалуйста 34 9 карта как вы видите не сложно я ее с первого раза прошел даже вот за 30 секунд ну и давайте наверное перейдем к демкам потому что собственно стрейф рассказывать тут и нечего а роуты мы посмотрим в демках ну и по традиции начнем с вку 3 демок достаточно много в этот раз поэтому не будем задерживаться у 3 гикс 41 и 7 начало очень даже хорошее выглядит даже перспектив ненько но вот где он потерял мне кажется на рампах потому что вы к 3 эти рампы они просто не контролятся ты хлеба проходишь либо не проходишь на мой взгляд бум бум нет прошу это такой ран чистый более-менее 40 секунд неплохо но прошел прошел хорошо скажу так прошел очень даже хорошо видно что видимо конспектировал немножко у нас туториалы 44 пил 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 а где фраг кстати я так и не понял он скорее всего находится да давайте давайте последим за пил и узнаем ай да давайте включим сна потом энтер скажет пули без снова данного джемпаде как я и думал потому что там можно парам-пам срезать в цпм сразу на финиш и и карта по итогу по итогу будет не 20 секунд на 15 а то и ну меньше даже наверное ну пил тоже молодец пройдено более-менее чисто по траекториям как-то старался за стрейф вот вот реально я каждый раз это говорю и буду говорить снова и снова стрейф вообще всем вот оттачивать именно сам стрейф лучше всего на падах ребят на падах вы стараетесь вам нужно выжимать максимум чем на таких картах на которых можно просто пару прыжков даже без набора скорости пропрыгать и ничего страшного а на падах вам у вас просто рука на место встанет на падах и все получится здесь 6 булка вилка-билка булка давайте посмотрим только так на секундочку до перебил оба кассир а вот это роут и пошли нормально нормально здесь по дуге молодец чтобы не потерять владеет здесь по дуге а ей вот ой здесь хорошо хороший гф получился ой вот запоролся конечно где-то наверно 200 потерял ну чё страшно получился такой ран жесткий конечно да биатрикс неплохо замапил тут левых утришников самое то единственного тут врезался конечно я думаю что он возможно старался сервер то 230 минут он конечно же старался или он просто стоял афк типа с утра проснулся открыл карту такой попью кофе сижу в магазин ауди потом скажешь что ой а ебать постарался но если это не так если ты действительно старался мои респект улики 230 минут я понимаю что ты скорее всего не подряд эти 230 минут играл с перерывами с кем-то возможно но тем не менее прошел очень хорошо молодец волканой еще на секунду но ту вилки такой road классный был он рампу вначале там связал для траектории и по касательным все проходил скорости терял минимум а волканой сейчас скорее всего вытащит просто за счет стрейфа сразу попал на джекпад скорость чуть лучше набирает видно что сенс даже поменьше и здесь сейчас просто не удариться и пожалуйста вот тебе но тут на самом деле нужно не ударяться я думаю что там нужно делать хороший ground frame и все будет порядке хорошо прошел волканой это молодец но старт самый быстрый пока что у вилки 387 он возможно не самый быстрый но пока что и по он более менее перспективен и позволяет сохранить скорость так пашка сельче у меня вода кончилась поэтому под конец обзора я буду говорить очень плохо называйте рача рача так сразу на джемпад 3 9 человек давайте запомним джемпадный чек 3 9 будем сравнивать что человеков у нас онлайн оффлайновских нету играл пашка у нас 7 минут но это обычный сервер тайм для него хорошо здесь завернул стеночку собрал вот на самом деле вот он здесь так пропрыгал да ты очень ну сбоку а можно было внутри этой арки сделать быстрее там на полсекунды допустим лишний прыжок сделал получается пашка понимаешь да ты бы не врезался там на крайнем случае ты бы присел ты бы упал на эту же рампу и просто был бы ближе к финишу на один прыжок это тоже такие вещи надо смотреть не бояться и рисковать самих 38 и 4 lex ax 6 х а если камят которим перебили башка так вообще был условно geser normal просто стартуем это же поксательные cock матрахисательным очень много скорости сохраняют неплохой ground frame очень хорошо в рампу прыгал ну и финишировал но финишировать у них у всех и с финишем какие-то проблемы с к поламин и 75 на секунду отрыв ну тут финиш очень хитрый как и вам круто в таймскейле гранд фреймы пошли так 39 было у того и тут 39 но не не будем считать соту это просто были 39 39 примерно одинаково я запорол тут конечно очень много времени потерял надо было проще было то вот вот я про это говорил типа внутри арки просто пропрыгать и сразу же ближе к финишу и он за счет этого скорее всего победил шарлон бонсу а ас-южел i will say about awesome демо но я не уверен good directory о jumppad checkpoints really slow it's 4.3 В авере, если я могу сказать Вы должны быть 3.9 Или быстрее Так Этот человек имеет 3.9 И если вы сможете улучшить свой старт Может быть, вы можете сделать 36 Но я думаю, что у вас есть Сипия Так что мы увидим Вики-3 не ваша генеральная физика Я знаю Сервус На секунду перевед Шарлона Как-то грустненько, да? Стрейфы Стрейф самый грустный Обзор и всегда почти Несмотря на то, что карта хорошая Ой, как он стрейфит Вы посмотрите, мне так нравятся эти движения Почему-то Он как-то так, типа Он понятно, что он Типа не зоны, там, ничего Но Насколько он плавно это делает Посмотрите, ребят А приз за оригинальность Кстати, я дам тут тому Кто пройдет Эту карту С ракетой Стрейфовую версию А так хитрецы сейчас найдутся Классно прошел сервус Молодец, большой Молодец Нюк 36.1 Перебил сервусы на 400 Так, все по траектории Граунд фреймы О, еще хороший граунд фрейм Ой, засуетился Засуетился По траектории не очень шел На этом, кстати говоря Очень много потерял На самом деле Вот здесь вот Лучше всего сделать просто На углу Граунд фрейм хороший Типа просто Серкл сделать В сторону И все Я думаю, прачки так и делали И вы поймете, о чем Прокипоп Зайкволил Нюка О, вау, вау, вау Прокипоп Полегче Прокипоп Ты че Прокипоп Че-то растет Вы, посмотрите Че Нормально И без гэфов Гритфу Вы, ваши гэфы Блядь, для пидоров Буду без гэфов Вот, да Ну, типа Понятно, что это Типа Пророуд на минималках Но Прокипоп Тем не менее Сделал Сделал не очень хорошо И было бы быстрее пройти Как нюк Но, тем не менее Он сделал Четвертое место Торнер Подходим к топ-3 Торнер тоже большой Молодец Правил Хорошую демку Я думаю Мы от фрога Увидим очень много Хороших, качественных Граунд фреймов Которые Нивелируют Абсолютно все Вот эти Касательные Дуги 3.7 Первый Ну, не первый Мы будем считать Что для нас Это первый Джампадовый чек 3.7 Значит, хорошо Значит, пацан К успеху шел Ну, тоже Условно Грязь ГФ Но это Опять же Немножко не то Хотя, кто знает Может быть Фрог пролетел Там хорошо По дуге По этой Я не знаю Ребят Кианекс О, нихуя У них разница 2 секунды В натуре Нифига У них Так у них Каждую секунду Топ-3 Нормально 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 Преисподняя Кианекс Молодец 38 34.8 Молодец Ну-ка Порту масти Считай Мод с ГФ Кстати, да На старте Здесь Ну, вот здесь На самом деле Возможно Было бы Эффективнее Именно по касательной Пойти На второй дуге 3.3 Чек Это из-за Первого ГФ Скорее всего Здесь ГФ Тоже в жопу Эти наклонные Все Для педиков И вот здесь Плохой ГФ Конечно Получился На нем Очень много Потерял На самом деле Я думаю Он около секунды Как раз и потерял И Он мог бы быть Примерно с Кетом На одной Типа волне Но Так уж вышло Что он сделал Плохой ГФ Поторопился Серкал не получился Но сейчас От Кета Мы увидим Качественное исполнение В любом случае Вот ГФ Хороший Будет по правой стороне Здесь Да По правой стороне Да Здесь просто Больше скорости Сохраняется А разница Там Не особо Велика Как бы Чек 3.4 А Ну кстати Чек На сотку Хуже Да Здесь Наклонную Использовал Что медленнее На мой взгляд У Кенекса Быстрее А Вот так Вот он Ну да То есть Он И ГФ Сделал И скорости Еще на повороте Очень много Сохранил Да Да Круто 32.9 Фрок Фрок же Мне демку Прислал ЦПМ ВР Сейчас я Ее После этой Демки Скачаю Не знаю Буду ли Это вырезать Так Тоже По правой стороне Очень много Здесь у Фрога Скорости Посмотрим Чек Первый 3.2 Наверное Будет Нет 3.3 Как Слушай У Кенекса Первый Чек Самый Топовый 3.312 13 По-моему Был у Кенекса Здесь очень хорошо Он завернул И Собственно Дорожка Кета Да Да И финиш Очень качественный На фрейм Перебил Себя По-моему Лоу Да И вот Давайте Перейдем К ЦПМ Пока Я ищу Где он Мне скинул Демку Я не помню Скачивал ли я Ее Но по-моему Не скачивают Поэтому Ставим Закроем Глаза Представим Что мы На море И все Хорошо Все Возвращаемся В Россию Ребят Жожо 41 Ой 47 1 Фу 25 демок По-моему В ЦПМ Вудих Не смотри Ну да ладно Че Не было Времени Тренировать Аааа 16 Не Давайте все равно Посмотрим Как результат Малых Трудов Приятно Конечно Знаете Мне очень приятно Когда вы Общаетесь Со мной Посредством Демок Потому что Ну типа Я чувствую Какую-то Связь Так Я понимаю Что типа Я не просто Так говорю Что люди Смотрят Эти обзоры Типа Что Я вот Говорю Жожо Допустим Поиграй Потом Падаю И он Такой Следующий Демки Пишет Типа Бля Будут Падай Играл Смотри Какую Демку Сделался Ну типа Это Условно Говоря Но Те Уильям Не видит Ну что Я могу Жожо Сказать Нужно Побольше Что Такое П практиковаться Нужно Побольше Я еще Не проснулся Извините И Я думаю Что В определенный Момент Можно Будет Пойти Играть Пады Точнее Можно Уже Щас Но На мой взгляд, лучше сейчас не идти играть пады, а идти просто играть какие-то карты, пытаться, типа, понять вообще, типа, где А использовать, где Д, где W, ну, повороты, где как, типа, набирать лучше, ну, более-менее, хотя бы, чтобы понимание какое-то было, базовое, а потом уже можно идти на пады и оттачивать сами движения, ну, это мое мнение. Булка-вилка, дулка-дилка, 31.9, перебил просто кучу-кучу времени, ту-еву. Тучу, ту-еву, кучу. Опа. Таймскейл репортед! Таймскейл! Сверху проходит, 176 минут сервер тайм. Не знаю, нарочно ли он такие сервер таймы. Открыл два дефрага, один WQ3 играл, другой ЦП. И, кстати, не делайте так, ребят, не открывайте два дефрага и не играйте там одновременно, потому что у вас могут демки проебаться, как у Лунтика однажды было. Пока что очень все быстро проходил сверху. Да, ну и здесь максимально вообще узко на финише подстарался залететь в хороший-хороший. Иван Космобикер, выздоравливай, братишка. Слэму привет. Чё у вас там, этот, хэткрап-модератор, типа, напиздил на меня за то, что я слова арстоцки пишу капсом. То есть его не смущает, что я одно и то же пишу, его смущает капс. Чё у вас там, подмины? Адекватно я, шо ли? Так, плюс 300 чех, неплохо. Пока все хорошо. Стрейфит достаточно хорошо. Финиш, конечно, можно было как-то получше, на мой взгляд, но нормально, нормально. Пашка из СПБ. Привет, Пашка. Как успехи? Не говори, не говори. Сейчас все посмотрим. Ой, я ж думал, при джамбе не делать, думаю, нифигасе. Так, по верху пошел. Повернул. Просто смотри, мой пиздюк, моим роутом идет. Опа, здесь рампа. А зачем? Чтобы вот эту рампу заюзать? Ну не, не, это по траектории же хуже. В плане скорости это быстрее, но нужно учитывать еще фактор траектории, фактор логистики, так сказать. Ай, хотел внутрь, ну нормально же, внутри мог пропрыгать, ну нормально. Немножко, конечно, испугался и не стал. Но ничего страшного. 720, прошел хорошо. Единственное, вот этот вот маневр, он, конечно, так скажем, оригинален, но он медленно. К сожалению, медленно. Не все, что красиво, быстро. Так скажем. Так, по низу у нас, ноунейм, 720. Стрейфит, отлично вообще. Стрейфит, как будто бы чувак из 90-х, тупо, играл в Дефракте, потом, в каком-нибудь 2003-м. И тут камбэкнуться, решил, на финиш очень узко зашел, это большой-большой плюс, это экономит на самом деле очень много времени. Ну и, Димон, возрадуйся, 696, вот это все. 3600. Вейл. Или в Валле, я не знаю, ну, вейл, нет. Сервер, локал хост. 30 минут, сервер тайм. Так, запись идет, запись идет. Я волнуюсь, вдруг запись не идет. Сейчас заново переписывать. Так, хороший поворот. Ой, вот здесь много потерял, на самом деле, надо было узко заходить, тоже на финиш, как и 720. И Эдик заэквалил Вейла. Ну, в стрейфе это неплохо, я говорю просто, типа, я не буду каждому прям говорить, но в большинстве случаев, ну, если я что-то увижу, я скажу, естественно. Если какой-то, такой прямый. Но в большинстве случаев нужно просто поиграть в пады, ребят. Опа, с рампой. Очень, очень хорошо. Ой-ой-ой, вот здесь, вот здесь всю скорость потерял. К сожалению, потерял и время драгоценное, но на финиш зашел более-менее по узкой траектории. Ох, старт гораздо быстрее у Эдика, чем у Вейла, поэтому очень жаль, что на финише там растерялся на повороте, очень много скорости потерял. 30-0, хуликан не растерялся, не потерял, все сделал, качественно. А, да, и на этом обзоре вы увидите новые плашки. Обзорские. Вместо той плашки сверху, постоянно торчащие, типа, в углу слева, которую, может быть, даже никто не видел. Ой, зашел на финиш, очень хороший. Очень хороший финиш. И без, даже, без джампада. Ну, точнее, с джампадом. Но у Эдика, блин, у Эдика такой потенциал был, который он на финише весь потерял, к сожалению. У Эдика очень классный роут. Пока что это самый быстрый роут, который мы увидели. Толкануэд, перевел хуликан на 200. Оцените вообще плашки, как вам плашки, что-то может быть поменять. Потому что я стараюсь, чтобы вам было более информативно. На этих плашках я делаю в начале обзора, если кто-то заметил. Там будет номер варкапа. Опа, с джампадом. Ой, очень хорошо завернул. Слушай, он как будто из рефлекса вперед кнопкой поворачивает жестко. Там будет номер варкапа и дата проведения варкапа. Это слева. А справа будет карта, автор и релиз. Когда был релиз карты. Вот. Пил, 29.7. Я сделал под свой вебку стиль. Про стиль-то особо не пиздите. Это вкусовщина. Привет, лунтик. Ну и это. В общем, оставьте какой-то фидбэк. Можете мне лично написать. Лучше мне лично написать. Типа. Да, все норм, записи, не парься. Или там. Да нахуй, убери это говно. Вообще не пиши обзор никогда. Так, ну тут очень хорошо поворачивает. Хотя я типа, ой, внутри арки пролетел. На этом очень много сэкономил. В целом, стрейф. Типа, сама скиллуха стрейфа похуже. Но вырулил тупо на роуте. Это, в принципе, тоже особый скил. 29,6 хардкор. 40 секунд сервер тайм. Тупо почилить. Зашел челик. И поставил. Ой, ну зачем? Ну зачем? Зачем? Видно же, что можно пролететь снизу. Но сделаешь ты там даблджамп. Ничего не случится с тобой. Вы так много на этом теряете. Ну, ребята, ну, блин. 29,4. Лолипо Полиниус. Девятая неделя на варкале. 14 минут сервер тайм. Тоже с рампой. Проходил. Ну, Лолипо Полиниус нас, в принципе, радует. Достаточно стабильными, хорошими. Только, блядь, хотел похвалить. И он теряет, сука, на повороте всю скорость. Ну, ты серьезно? Ты серьезно? Ты потерял всю скорость на повороте? Тебе минус... Не знаю, ты мог Хейза обогнать. Ты мог Кайло обогнать. Ты мог 28. Ого, take 5. Неплохо. Привет. Тебе, ты мог 28 сделать? Хейз, на 200 тебя перебил. Плэернэм цг дроу 2д 0. А, да, он писал. На стрим забегал и писал, что... Я, говорит, по фану, с дроу 2д 0 поиграл. Но мы никак это не проверим. Мы можем лишь поверить на слово. Но я скажу, что... Не пиздеон, не цг дроу 2д 0 играет. Просто сделал вид, что плохо стрейфит. Кайл. Что-то новенькое у нас, кстати. Кайл. В России. Морио. Супер Морио. Супер Морио. Систерс. Сервер Тайм. Скелинг репортов. Клопа. Сервер Тайм. 100 минут. Ой, совсем заболеваю я, ребят. Кто будет писать взору, если я умру? Ну, про стрейфил неплохо. По траекториям вырулил чисто на стрейфе. А то, что стрейфил хорошо. А по траекториям, по роутам, что-то... Ну, такое себе, честно говоря. Можно было лучше вот у... Варкапа, что... У Лоли Поплиниусу. Стало быть, самый пока нормальный вроде как у роут. Тейк 5. Приветики. Опять скажешь, что не играл. 28 минут. Между прочим, за 28 минут я АВР и, блядь, ставлю. А ты говоришь, что ты не играл. 28 минут это очень много времени. Можно найти все роуты за 28 минут. И задрочить один. Понравившись. Очень хорошо повернул. Ну, прям не очень, но хорошечно, в принципе. И на финиш по узкой траектории залетел Ма-Ла-Дец. Кипиш 27,2. Очень большой отрыв. Сервер тайм 9 минут. Динозавр! Хватит клевать мои уши! Опа, через рампу. Но это медленно. Медленно. К сожалению. А, там Хейст дается. Вот он Хейст. Вот он дается там, видимо. На определенной высоте, я так понял. Потому что, кто там прыгал? Это Нюк, по-моему, да? Через эту рампу. Или не Нюк, кто прыгал? Тот, кто прыгал, короче. Из вас вот. Да ладно. Шарлон зафреймил практически кипишем. А кипиш неплохо. Хейст нашел, да? С Хейстом дорожку построил. Но я так понял, что с Хейстом медленнее. Потому что ты облетаешь там через карту. Шарлон. Опять же хорошая страфа. Что ты делаешь, Шарлон? Пожалуйста, вы можете отправить slow demo, пожалуйста? Я не могу сказать что-то плохое, но я не могу. О, ты потерял рампу на рампе. Хорошо, хорошо. И здесь? Нет. Я просто потерял рампу на рампе. Так. Это один. Верно. Сити Хабиб. И на 400 перебил Шарлона. Йоу, Сити! О, мой бог. О, мой бог. Что движения? Секси. О, мой бог. О, мой бог. Торнер на секунду перебил Хабиба. На секунду уже, да? Сейчас посмотрим. Ну, поверху в ЦП эффективнее. А еще не вот так обходить, а там с другой стороны пролетать. Ну да, 2.4 первый чек. Хотя потом стрейф не очень, у Хабиба получше. Поворот тоже хороший. Опять, ну, блядь. Почему? Прыгайте под аркой. Ну, ебаный в рот. Надоели уже. Что там, на секунду? Нет, не на секунду. Я перепутывался с этим Шарлом. На соточку. Пуск на пятихатку. Торнер перебил. Видно же, что под аркой лучше. Да, там нужно будет, возможно, сделать даблджамп. Потому что там, типа, арка не в землю, а как будто, типа, в подземку уходит. Ну и что? Пус вообще понизу проходил. Какой первый чек будет? Чампанский. 2.0. Но здесь он, типа, на 500 меньше у него чек. Хуже. Но потом застрейфил хорошо. Лучше, чем Торнер. Здесь тоже сохранил. Ой, вообще косарь скорости сохранил. Вот. Даже, даже вот. Пус просто. Вот. Красава. Пус просто. Дай я поцелую твои руки. Просто красавчик. Даже он мог зацепить потолок у этой арки. Он мог, блядь, упасть прямо в эту вот дырку туда, где рампа. Он мог успеть... Он мог попасть на рампу и не среагировать на даблджамп. Но он просто... Он рискнул, сука. И он еле долетел, но он долетел. И он сделал это. 26.0. Зазор. Зазор никогда обзоры не смотрит. Поэтому давайте... Че посидим, попиздим. Ну, хороший стрейф. Узор навсегда был хороший стрейф. В принципе. Ой, он попал на рампу не очень хорошо. 2.4. Тоже первый чек, как у Торнера. Здесь 3.3. Хотя достаточно хорошо прошел. Сохранил здесь тыщенку. И тоже. Вот, вот. Рампу заюзал. Пожалуйста. Видите? Ничего страшного не произошло. Человек упал на рампу и сэкономил себе где-то 200 или 300. Понимаете? За QN. Ну, ребят, ну это очевидные вещи. Очень жаль, что вы такие вещи не видите. Тоже через хейст. С джампадом. Ну, в случае с хейстом, наверное, да, джампад самый эффективный будет. Ой, ну там не набирал скорость. Там просто поворачивал на этом большой минус. Мог бы водичку перегнать и вообще в топ-3 залезть. Но, к сожалению, за QN опыта, видимо, не хватило экспириенса. Вот это все там вместо того, чтобы вилять под себе, типа, под траекторию. Надо было просто набирать скорость. Потом кнопкой вперед повернуть и все. Водичка. 26 ровно. Сорбом. Так, проходил по верху. Скорости очень много. QN будет первый челленджем падает. 2,2. Что-то среднее. Здесь 3,3. Очень хорошо повернул тоже. Ну и здесь. Просто вот, просто по узкой траектории он даже скорость там не набирал. Это и то эффективнее, чем вы будете усираться набирать скорость сбоку от этой арки и, блядь, финиш обходить. Зачем? Зачем? Вы же, когда играете в City Rocket, вы же, типа, в конце, кто играл, помнит, наверное, да, что в конце, типа, там, вот эти ворота футбольные. И вы же, когда его играете, вы же не обходите, не финишуете сзади этих ворот. Вы же, блядь, прямо в ворота летите. Че за фигня? Ребят, давайте, давайте нормально. Зачем вы меня... Зачем вы раздражаете мои дефрагерские нервы? Ее, 25,9. Не знаю, кто это. Я видел его где-то, но я не помню, кто это. Точнее, не где-то, я видел его. Иногда поигрывал вроде. 25,9 за это нормально. А кто так же говорил, 25,9 сделал? Через хейст. Да ладно. Через хейст самое эффективное, что ли? Мне почему-то кажется, что нет. 400 нервы. Ее, что-то знакомое. Извини, чувак, я не помню, кто ты. Хокс. А, ну да, поздравляем, кстати. Водичка, третье место. Похлопаем все. Клап, клап в чате. 25,9. Второе место у нас. Ее и Хокс. А-ля камбэк. Не знаю уж, надолго ли. В любом случае, красавчик что-то правил. 25,3. Ща разложим. Первые места у нас принято раскладывать. Прямо, бля. Так, сёркал не очень. По низу проходил. Здесь все хорошо. Ой, хорошо подрезал. Скорость себе. 2,7. Здесь у нас 3,8, да. Ой, ну, мог получше, мне кажется, немножко завернуть. А в целом, да, в целом, хорошо. Очень, очень, очень чистенько прошёл. Ну, от Хокса, от Хокса другого и не ожидали. Ну и Фрок. Истины ВР. Давайте посмотрим, как он прошёл. 3,2. А, это у меня другие чеки. По-моему, у Хокса лучше... А-а-а, ну вот, да, вот, изи. Вот в этом и разница, Хокс. Ещё и финиш такой получился хороший. Ну, у Хокса, типа, вся карта быстрее, на мой взгляд. Кроме последней части, вот это, начиная с поворота. Очень уж медленно он как-то там поворачивал. И если, мне кажется, Хокс ещё подзадрочится, что он, скорее всего, не знаю, может и не будет делать. Хотя, кто его знает, на досуге там посидит. Может, мне кажется, там, 24 точно надо делать. Потому что... Ну, блин. Ну, очевидно, если сделать, типа, старт Хокса и финиш Фрога, то это, ну, плюс 2 сотки, наверное, точно. Потому что вот это... Типа, отмена вот этого тормоза. А там ещё и об эту наклонную, типа, на том повороте, можно, скорее всего, ещё быстрее... Повернуть. Так что... Ещё и больше скорости, наверное, сохранить. В общем, ладно. Все молодцы. Всех подозреваем. Давайте пойдём в бровзер. Жух! Варкап у нас сейчас идёт. 237-й. Кто когда смотрит. Кто-то, может, смотрит в 2038-м году. Знай, что у нас был вот такой варкап. CoolSimple4Rox. Классненькая карта. Можем уже посмотреть на результаты в ЦПМ. В КУ-3 почему-то нету. Так. В этих случаях... Видите, у меня сертификат. Просто делаем, блядь. Приняйте всё. Почему вы ноете, что у вас тут ничего не работает? То есть, с любого браузера пропускается этот сертификат и всё. Так. Ну и вот, в общем, Хокс хочет меня перебить. Я вчера тоже поиграл. Сделал 23. Димон тоже, возможно... Димон сказал, что сделает 23.3.7. И я должен буду его заэквалить. Я сказал ок. Он сказал ок. Вот. Ну и по рейтингу, что у нас? Хейс за то, что всех обманул, что он играет с ЦГ 2D... Дроу 2D0. Получил минус 6 рейтинга. Хулиган за то, что отправил недостаточно тестовую демку. Тоже минус 6 рейтинга. А плюс 1 получил за ЦП. Ну, типа... Нет, это утешительный приз, так сказать. За QN. За... Что там за QN? За финиш, да, по-моему? Да, за то, что он вилял вот так вот, как сучка. У финиша. 0. Ну и минус 7 пус, потому что, блядь, стараться надо лучше. Так, все молодцы. Хокс, так как это его первая демка. Получает 108 рейтинга. Ну и, ребят, наверное, все. Всем спасибо. Всем удачи. А, и да, у нас... У меня, точнее, появился Патреон. Туда будут выходить все такие видосы, кроме обзоров. Все более-менее... Типа... Все видосы... Блядь... Я вырежу это, сука. Все видосы с более-менее контентом... Я, к слову, забыл, контент. Будут выходить там на день раньше. Я там буду публиковать в Патреоне. Если кто-то хочет... Ну, просто как бонус. Там еще плюс. Просто интерактив небольшой в плане поддержки. Кто желает, у кого есть возможность, кто хочет поддержать рублем деятельность, пожалуйста, милости прошу в Патреон. Ссылка тоже в описании. Ну и все, ребят. Всем спасибо. Всем пока. Пока.